Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале «Голос Кремниевой долины». И вы видите на ваших экранах Григория Финкельсона, который занимается иммиграционными услугами. Я не знаю, как точно вас представить, поэтому давайте вы сами, чтобы не получилось, что я что-нибудь напутал. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, зрители. Меня зовут Григорий Финкельсон, и я президент юридической компании «American Corporate Services Incorporated». Мы в бизнесе больше 26 лет, с тех пор, как я приехал в Америку из Москвы в 1991 году. И мы занимаемся иммиграционными сервисами. У нас в офисе работают опытные иммиграционные адвокаты, лицензированные в США. И мы ведем практически все виды иммиграции. Вы в Сан-Франциско, да? Или где ваш офис? Да, мы находимся в Сан-Франциско. И еще у нас есть офис Сакраменто. Хорошо. Григорий, у нас тема такая, что называется «Хат», горячие пирожки такие. Значит, тема у нас – это иммиграционные схемы, иммиграционное мошенничество в том аспекте, в каком люди влипают во что-то и потом, ну, как бы жалеют, или потом, скажем, они хотят исправить, но сложно исправить. Вот такого плана у нас тема. Поэтому я понимаю, что люди обращаются после того, как пострадали. Потом, я не знаю, насколько это актуально, но, наверное, есть какие-то публикации в каких-то профессиональных источниках, где описываются, как кого-то лицензии лишили, за что лишили. Я не знаю, я предполагаю, что должно быть такое что-нибудь. Скажем, при Лос-Тейте такое есть. Давайте начнем в порядке убывания важности или, скажем, чистотности. Самое-самое распространенное, на что люди чаще всего попадаются. Что это? Самое, на что люди попадаются, это они делают сами то, что они не должны делать сами. То есть, когда меня, например, спрашивают, скажите, а зачем вообще нужен адвокат, там же все так просто. Я говорю, ну да, кому-то там просто, кому-то тяжело, но суть даже не в этом. Суть в том, что я люблю сравнивать нашу профессию с медициной. То есть, скажем, доктор-хирург, например, он учился, например, 9 лет, чтобы получить лицензию, и после этого он работает хирургом, и плюс к этому еще опыт нужен. И адвокат учится немножко меньше, наверное, в общей сложности лет 5-6, пока он получит все свои лицензии, потом тоже сдает экзамен и тоже лицензию. И, в принципе, человек, конечно, может лечить насморк сам, а вот аппендицит, наверное, он сам не пойдет вырезать. Поэтому, если у вас есть задача пригласить маму или своего ребенка в США, то, наверное, можно попытаться это сделать самостоятельно, хотя тоже можно делать ошибок, которые потом дорого обойдутся. Это как я сравниваю с лечением насморка. А вот, скажем, беженец – это уже явная хирургия. То есть, это настолько все сложно, люди просто не понимают, куда они лезут, они делают сами и получают очень большие проблемы. Есть какое-то количество людей, я извиняюсь, которые пишут на каких-то форумах, я сделал сам, ничего этого не нужно, вот я пошел туда, и вам тоже не надо. Да, но это как один пошел, руб нашел, два пошли, сколько нашли. То есть, вы понимаете, да, кому-то могло повезти, во-первых, во-вторых, мы не проверяли, что он пишет и что на самом деле там было. Вот давайте далеко, чтобы не ходить, вот буквально сегодня-вчера. Значит, пишет наш агент из Екатеринбурга. Грегори, здравствуйте, вопрос очень срочный. Значит, муж 22 года, супруга 20 лет, с 16 мая по 27 июня заехали через Мексику в США с подготовленным самостоятельно кейсом. Их почему-то вернули в Россию на условиях депортации. Потом они выехали в Германию, 17 июля сейчас находятся в лагере в Германии. Ну и, короче, вот все их приключения тут дальше описываются. Но суть в чем, что самое интересное, я потом спрашиваю, а они что, не видели наш веб-сайт? Они что, не видели наш YouTube? А когда мы все видели, спасибо, мы подготовились. То есть, в каждой нашей статье, в каждом нашем фильме на YouTube мы говорим, пожалуйста, не делайте это самостоятельно. Вы, скорее всего, получите большие проблемы. Вот реальный пример, как люди получили большие проблемы. А теперь они говорят, а вот все-таки в Германии нам не нравится, в Россию мы возвращаться не можем, как нам попасть в США? Ответ – никак. Так их через границу не пустят? Ну, естественно, они уже один раз были депортированы. Все, их больше. Если как только они сейчас приедут, их снова депортируют. Ну, вот ответ на ваш вопрос как бы очень типичный. Значит, и так, хорошо. То есть, люди начали делать сами, не будучи компетентными. Я, знаете что, я знаю пару ребят, которые сами получали политическое убежище, и они там как-то даже немножко консультируют по этому вопросу. Но они все были юристами до туго. То есть, они начитались, наслушались, насмотрелись. И, видимо, они поняли что-то, чего человек, который не юрист, не поймет. Или даже, может быть, не всякий юрист тоже поймет. То есть, ну да. А где граница? Где граница? За что можно браться, за что нельзя? Ну, в принципе, можно браться за очень простые вещи. Ну, например, студенческая виза. Вот вы хотите учиться, допустим, на языковых курсах, или вы хотите учиться в каком-то колледже в США. Ну, вы контактируете несколько колледжей. Если вы, конечно, вы можете выражать себя по-английски так, чтобы вас понимали. Иначе не поймут. Вот вы с ними переписываетесь, они как бы посылают вам анкету, вы ее заполняете. Айдвони? До того еще мы пока не дошли. Вступительную анкету. Вот вы ее заполняете, платите вступительный взнос, там 30, 50 или сколько-то долларов с помощью кредитной карточки. И они говорят, да, вы зачислены, если, конечно, все срослось правильно. А после этого они вам присылают форму Айдвенти, вы с ней идете в консулат, получаете визу. Вот это, я не знаю, зачем тут нужен адвокат, хотя многие к нам с этим тоже обращаются. Почему? Потому что они достаточно владеют языком. И плюс к этому они не очень понимают географию. Они могут попасть в такие курсы, куда нормальный человек даже днем не пойдет, не то что ночью. Чисто географически. Так, может быть, турагенты могли бы помочь? Я думаю, что турагенты легко бы справились. С этим, я думаю, без проблем. Но турагенты, которые опять говорят по-английски, опять, если человек говорит по-английски, ему тут вообще никто не нужен для этой процедуры, скажем. Но убежище – это как бы хирургия. А вот я слышал насчет убежища, такие слова люди говорят. Я сначала подам сам, а если мне на интервью этот иммигрейшн офисер откажет, тогда я уже надо в суд идти, вот тогда я возьму адвоката и тогда, а нет, так и нет. О, такие к нам довольно часто люди попадают тоже, как бы говорится, уже так полутяжелобольные, опять, если пользоваться медицинской терминологией. Получается, что, допустим, они поехали через Мексику. Значит, как только они попали в детеншн-центр, у них проходит сейчас двух с половиной или трехчасовое интервью с иммиграционным офицером, которое полностью записывается на, даже не магнитофон, а на видео. То есть изменить потом невозможно? Абсолютно верно. То есть все, что они сказали, можно дополнять, но нельзя изменить. То есть попав впоследствии к адвокату, его возможности на то, чтобы выплыть из обстоятельств крайне минимизированы? Там как бы есть только одна возможность, что адвокат вместе с клиентом, конечно, приходит уже когда на слушание, уже в суде это все выясняется. Судья, они имеют гораздо больше опыта и компетенции, чем иммиграционные офицеры. И они имеют, как бы, кругозор тоже повыше, и он меньше торопится. И когда адвокат вместе с клиентом говорит, вы знаете, вот бес попутал, мой клиент воспользовался услугами каких-то самоделкиных советчиков, которые ему написали эту историю, а на самом деле все было не так. И вот он полностью раскаивается. Но судья не скажет, ребята, вы что это, хотели обмануть, что ли? Ну, тут опять, о чем мы сейчас говорим, что тут два фактора играют. Первое, авторитет адвоката, то есть если адвокат с безупречной репутацией, например, 20 или 30 или 15 лет в бизнесе, его знают как адвоката, который никогда ничего не придумывал, который говорит правду, и клиента, которого кредовал, то есть как бы им можно доверять. Не берет грязных дел, не берет сомнительных дел, не берет. Совершенно правильно. Это первый фактор. Второй фактор – это настроение судьи и как бы его желание пойти навстречу или наоборот. То есть тут вы как бы сильно рискуете, поэтому если бы вы делали эту историю в самом начале с адвокатом правильно оформили, то не было бы всех этих проблем, не было бы депортации и так далее. Григорий, вот я просто в интересах, так сказать, аудитории нашей, которая немножко представляет, я так вмешиваюсь по ходу дела. Мне потом скажут, что ты вот не дал человеку сказать. Значит, все-таки сейчас есть какое-то количество людей, ну, я вот могу пяток назвать, которые, эмигранты, недавние относительно, с юридическим или не обязательно юридическим образованием, с каким-то опытом, ну, в любом случае с интересом к этому делу, которые консультируют. Они говорят, я не адвокат, я не паралегал, я просто человек, который прошел через это, или я человек, которому там уже ста другим таким, как ты, насоветовал, я уже знаю, как это все работает, я тебе помогу сформулировать историю, как подать, что чего. То есть, все-таки в этом есть некий смысл, как бы со стороны, ну, интересующегося человека. Состоящий в чем? Это, конечно, не адвокат, но так он и денег столько не стоит, а уже все-таки от каких-то главных, грубых, жутких ошибок, глядишь и уведет. Работает так. А, к сожалению, это работает с точностью до наоборот. Почему? Ну, тут у нас как бы есть два аспекта. Первый аспект – это польза клиента, а второе – это как бы легальность бизнеса. Значит, первое, что мы говорим, что человек, который дает советы в области эмиграции, так же, как человек, который лечит незаконно, не имеет докторского лайсенса, эти люди нарушают американский закон. Что бы они ни говорили, даже если они бесплатно консультируют, они не имеют права это делать, точно так же, как вы не имеете права кому-то сделать операцию на аппендицит или вырезать гланды, или что-то еще сделать, если у вас нет лицензии американского доктора. Это противозаконно, это очень важно. А я слышал такую версию, что вот лицензия нужна, чтобы в суд ходить. Ты не можешь пойти в суд, переставлять клиента, если лицензии нет. А если просто там так вербально, так сказать, направить? Еще раз, значит, в суд пойти, от судья не будет ни с кем говорить, кроме адвоката, вы совершенно правы. Но, значит, давать юридический совет может только лицензированный в США адвокат. Больше даже паралегал не имеет такого права. Тогда вопрос встречный, подождите. Но их же тьмы, и тьмы, и тьмы, они открыто рекламируются, они на ютубах, они в блогах, они в средствах массовой информации. На них, я знаю, некоторых жалуются, тонны жалоб, вот такие пачки жалоб на многих. Потеряли деньги, попали в неприятную ситуацию. Никто ничего никак не делает. Может быть, это вот как, допустим, он приехал, хочет подать на политику, полгода разрешения на работу нет, он все равно работает, и как бы нормально. Вот да? Может быть, это так же? Ну, смотрите, во-первых, как бы сейчас, видимо, у правительства еще руки до них не дошли, хотя вы знаете, как в Америке работают правоохранительные органы, они никуда не торопятся. Они могут годами собирать информацию, а потом сразу всех хлопнуть. Например, у нас в Сакраменто одного недавно посадили на три года. Вот точно так же давал объявления, консультировал, брал деньги, помогал с убежищем. Ни один кейс он не выиграл. Люди сильно обижались на него. Ну, видимо, где-то срослось. Это божья кара. Или жалобы. И он сейчас сидит. Сидит, я извиняюсь. Сидит за пользование, за практикование без лицензии или сидит за нанесение ущерба? За что сидит? Вот что ему? Честно говоря, посадили его даже не за это. Посадили его за то, что он, имея всю информацию по клиенту, включая их social security, после того, как они пошли на работу через пять месяцев. Он делал им фиктивные таксы, налоговые отчеты и получал деньги на это. То есть, его не за иммиграционную практику посадили, а за финансовые махинации? Ну, как бы, видимо, там все было вместе, но за финансовые было проще посадить. Конечно. Конечно. Я понял. Хорошо. Я знаю историю. Ну, это же совсем криминал, на самом деле. Это уже уголовная такая, серьезная вещь. Я знаю случаи, когда женщина сводила людей для фиктивного брака, а потом где-то у нее, там много было, там полторы сотни у нее было таких ситуаций, и это не у нас тут, но вот где-то там, на том побережье. И в итоге ее взяли, и посыпались все ее кейсы, и депортировали не только тех, кто там чего-то, а уже гражданство имели люди. И тоже все поехали домой. То есть, там страшное дело. И она сидит там, многие, в общем, да. Вы совершенно правы. Плюс к тому, ну, скажем, то, что мы сейчас, первую часть вашего вопроса я ответил, это как бы легальная сторона. Легальная сторона, этот человек совершает преступление, если у него нет лицензии адвоката, консультируя клиентов по иммиграционному законодательству, так же, как, если человек не имеет права лицензии врачевать, докторской лицензии, не имеет права резать пациентов. То есть, это мы с вами поняли. Теперь мы говорим о реальных клиентах, которые хотят что-то сэкономить. Ну, во-первых, они, скорее всего, не сэкономят. Вот, например, мы знаем несколько компаний, которые берут, в принципе, за подготовку убежища через мексиканскую границу столько же, сколько и мы. И что дальше происходит? Как только человек уже приехал в Тихуану, они тут его ознакомят с адвокатом, с американскими, адвокат берет еще столько же. Вот, и получается, человек, если бы контактировал сразу с адвокатом, он бы сэкономил 50% того, что он уже должен заплатить. Но это мексиканская граница. А если он самостоятельно подает на политику, ему помогли сделать кейс, я не знаю, за 2000 долларов, и он себе пошел, и вы сказали, что вот как бы наоборот, как бы ему это дороже не обошлось, как бы ему хуже не было, что вот, когда я сказал, что, может быть, этот человек от главных ошибок грубых его предотвратит, вы сказали, нет, это даже наоборот. Давайте подходим к этому. Значит, смотрите, в чем разница между консультантом и адвокатом. Первая разница это образование и опыт работы. То есть у адвоката есть специализированное образование, он сдавал очень сложный бар-экзамен, и плюс к этому у него есть опыт работы. Самоделкины, они как бы не имеют никакого образования вообще, или имеют какое-то российское лучшее, там, украинское образование. В лучшем случае, если они здесь выучились на паралегала, но это сами знаете, что такое, плюс к этому у них нет опыта работы. И второе очень важное отличие, у них нет ответственности. То есть если адвокат что-то напортачил, он знает, что на него написали, и есть бар-ассоциейшн, который разберется, и в случае чего лишит его лицензии, или притормозит лицензию, или что-то еще сделает. У самоделкиных ответственность равна нулю, потому что пиши на деревню дедушки, он ни за что вообще не отвечает. Вот я вам сейчас приведу пример, чтобы далеко не ходить. Это вчерашний случай. Значит, пишет мама одного молодого человека нам. Откуда пишет? Пишет она из России. Она говорит, мой сын приехал на Гуам, зовут его так-то, так-то. С ним нет связи, помогите узнать, что могло случиться с ним. Он прислал последний смс из Гуама, и все, и все, и все, и все. Это напишет через четыре дня, после того, как он туда приземлился. То есть, четыре дня, ни слуху, ни духу. Дальше мы начинаем как бы с ней разбираться. Я извиняюсь, а почему они вам это пишут? А потому что, когда она потеряла сыну, она начинает искать, с кем поговорить на эту тему, кто в этом разбирается. не то, что вы раньше были как-то... Но мы первый раз от нее слышали, когда уже, как говорится, поздно было. Я извиняюсь, я извиняюсь. Значит, он попал на Гуам, потому что туда можно приехать без визы. А дальше он хочет, поскольку это американская территория, он хочет там податься на политическое убежище. И, видимо, он не почитал, какие проблемы с этим связаны. Но пропадание человека, пропадание, это как-то странно, честно сказать. Ничего странного, он сидит в детеншн-центре. А это выяснилось? Сейчас мы туда идем. Значит, в эту сторону. Значит, что оказалось? Оказалось, что он был в Америке раньше и пересидел несколько месяцев. И, базируясь на этом, его сразу уже... У него есть отрицательный рекорд, что он уже нарушил американское законодательство. А теперь смотрите, что интересно. Два парня в Тольятти, казахи, должны были его встретить. Это посредники, помощники, кто это? Я не знаю, кто это, а то, что она пишет. Ну и, в общем, и адвокат был у него такой-то такой. Начали разбираться, он никакой не адвокат, а очередной Самоделкин. То есть, во-первых, адвокат был, Самоделкин был с Гуама или издалека, откуда-то как-то? Нет, он был вообще из России. То есть, он не адвокат. Он как потом оказалось, он не адвокат, даже не пролегал, а очередной такой советчик. То есть, парень попал в большую проблему. Подождите, а почему его просто не депортируют? Он пересидел, он приезжает, ему говорят, мужик, мы тебя не любим, езжай обратно. Почему его надо в детеншн-центр? Да, вы совершенно правы, его депортируют, просто этот процесс занимает несколько недель. А из детеншн-центра он не может маме смс-ку? Видимо, по какой-то причине не смог. То есть, человек мало того, что пересидел, он даже не понимает, что это проблемная штука, и что как бы, ну да, то есть, у него не получится такого чистого кейса. У него не получится чистый кейс, и его, скорее всего, депортируют. Ну и, к сожалению, вот таких клиентов полностью запоротыми кейсами, мы имеем довольно много. Я не так, чтобы возражал, потому что мы на этом больше зарабатываем, гораздо больше работы, чем с прямыми кейсами, но людям, мы говорим, вам это не нужно. Если вот меня попросят, дай самый важный совет, как бы один, самый важный совет, вот что делать с политическим убежищем, не делайте сами, не делайте самоделки, не идите к адвокату, найдите того адвоката, который имеет лицензию, который имеет опыт и который говорит на вашем языке. Есть тонкость вот здесь. Значит, я часто слышу в дискуссиях по поводу того, нужен адвокат, не нужен адвокат и так далее, я слышу такую фразу, там, они говорят, ты придешь к адвокату, он с тебя возьмет там сколько-то тысяч, и за эти сколько-то тысяч он запишет за тобой по-английски, чего ты там бормочешь, и вся эта ахинея, с которой ты пришел, она уйдет дальше и тебе откажут, и, значит, он адвокат, он дорожит лицензии, он за тебя придумывать, ничего не будет, и что у тебя было адвокат, что не было, вот так ты и пошел. Вот как шоу? Ну, как бы, если это плохой адвокат, то то, что вы рассказали, видимо, может присутствовать. То есть, давайте я так и уточню, значит, хороший адвокат, он не будет за вас придумывать историю. То есть, если вы придете к адвокату, скажете, вот, мне там что-то надоело, я хочу пожить теперь в Америке, то он вас просто отправит сразу. А есть люди, спрашивают, а вот адвокат, а он у меня сочинит историю? Вот так спрашивают прямо. Я таких адвокатов не знаю, которые сочиняют историю, и, скорее всего, таких нет, или они не дорожат своей лицензии по какой-то причине. Вот. Но что поможет сделать адвокат? Он может правильно сформулировать историю, базируясь на той информации, которую дал ему клиент. Это довольно непросто, это занимает время. Плюс к тому, что важно, что тому, что вы расскажете, нужны как бы вспомогательные документы, которые подкрепляют вашу историю. То есть, если это избиение, например, то это должны быть какие-то выписки из травмопункта, если вы участвовали в демонстрации Навального, например, то это могут быть какие-то аресты или повестки в суд, или выписка о том, что вас там посадили на 15 суток. Не то, что фотография, что он вообще участвовал, а то, что он именно пострадал при этом. Давайте скажем, фотография лучше, чем ничего. Если он пострадал, то его кейс будет сильнее. Вы извините, я о тонкости не знаю, но вот складывается впечатление такое, что вот, например, сегодня, ну, скажем, в России, попасть на там, переночевать там в обезьяннике, вообще ничего не стоит. Вы можете выйти на улицу, встать с плакатом «Мир у мир» и вас туда посадят, вы там переночуете, вас отпустят. Там, может быть, штрафы... могут и помять немножко, могут и помять немножко, И помять. Ну, отлично, что это для молодых занять. Ну, давайте... Не то, что проблема там... Господи... Я не говорю, что это проблема, я говорю, что как бы человек решает для себя, что он хочет, как он хочет. Но плюс к этому мы должны понимать, что когда он будет проходить интервью, он будет разговаривать с миграционным офицером, который великолепно разбирается в этой истории. То есть, если вы, например, придете и скажете, что вы джихова-витнес или там свидетель Иеговы, то там будет человек, который в этом разбирается не хуже вас. И если окажется, что вы на какие-то вопросы не смогли ответить, на которые вы априори должны иметь знания по которым, то вы поедете обратно, ваш кейс не будет как бы одобрен. То есть, они разбираются в тонкостях религиозных. Я помню, мужик один говорит, что вот ему там консул американский говорит, ну вот поклянитесь, он говорит, нам не положено. А другой там взял и поклялся. А кто-то говорит, до свидания. Значит, ну хорошо. Итак, я пытаюсь, значит, вот с этой частью поработать. Итак, первое, не делать самому. Второе, что такое говорить с адвокатом на языке, на моем. Понимаете, я знаю, например, людей, адвокатов, которые говорят, ты знаешь что, я не могу ему ничего придумать, но человек не может сформулировать. Я могу ему задать там 2000 наводящих вопросов, 500 наводящих вопросов. И он сам туда придет. Мне не надо ему сочинять ничего. Раз, два, три, четыре, пять. И вот тебе вся его история. То есть, совершенно правильно, да. Вы совершенно правы. То есть, мы, например, нашим клиентам посылаем, если они так сомневаются, у некоторых клиентов как бы может быть вообще две или три истории одновременно. То есть, как бы типичная история, которую мы не обсуждали раньше, это муж, например, сбивает жену. То есть, муж сбивает жену, жена обращается в полицию. Давайте я скажу, что я думаю. Значит, если государство не в состоянии ее защитить, то это уже проблема. Только он должен ее избивать, не потому, что она его жена, а, допустим, вот он, там, скажем, мусульманин, а она, допустим, там, христианка. И он вот ей говорит, а? Знаете, Михаил, совершенно необязательно. Они могут быть оба русские, оба в России. Это совершенно необязательно. А где же политическое убеждение? Где политика? Политика такая, что она, значит, муж ее побил, она приходит в травмопункт. Значит, ее там делается фотография, опись, да? Потом она приходит в полицию и дает заявление. А полиция ничего не делает. Потом он ее второй раз избил. Она снова идет в травмопункт, она снова идет в полицию. А полиция опять ничего не делает. Вот все, государство не помогло. Политическое где? Ну-ка, есть политика, есть религия, есть издевательства, там есть разные пункты. Вот это довольно типичный случай, как для российских клиентов, так и для китайских, кстати. Вы хотите сказать, что пол России могут сейчас пойти и получить политику? Потому что мужики их явно бьют. Ну, вы немножко утрируете, но теоретически. Но, правда, мужа она с собой уже взять не может. Ну, видите, вот такая ситуация. Во-первых, она не может взять мужа. Во-вторых, мужа таки могут посадить, если она пару раз напишет на него заявление. Кто знает. Ну да. Ну да. Сложно, да. Вот разрушилась ячейка общества. Ну, то есть, если действительно бьет и не сажают, то это как бы основание для политики. Ну, конечно. А мне говорят, что если вот рассказывать, то это пока трупа нет, так вообще никто не приедет. Ну, в России, да, может так и быть, но это как бы уже другая история. Ладно. Потом плюс такая еще может быть ситуация. Вот, допустим, смотрите, теперь она приехала сюда, ей и проходит интервью с иммиграционным офицером. А иммиграционный офицер спрашивает, вот скажите, а вот вы в какой квартире с мужем живете? Она говорит, вот в однокомнатной квартире с мужем вдвоем живем. Да, вот он вас побил такого числа, такого числа, и его никто не арестовал. А вот после последней побоища, и вот, например, до приезда сюда, где вы жили? Да, вместе с мужем в этой же квартире. Все, и она поехала обратно. Нехорошо, да. Она не пряталась, не убегала, она жила с тем же самым мужем в той же самой квартире. И кто теперь ей поверит, что он не издевался, скажите. То есть и в этом деле тоже надо как бы знать, что делать. И везде в любом деле есть тонкости, которые нужно знать и заранее понимать. Григорий, давайте так. Я чувствую, что у нас разговор не на один сюжет. Давайте в этом сюжете. Я понял. Первый пункт, не делать самому на себе операции. Хорошо. Значит, второй пункт по значимости, по чистоте, и так далее. Ну, или давайте, я, может быть, наводящий вопрос задам. Извините, второй пункт такой, не доверять операцию аппендицит санитару. Только доктору. Не делать самому раз и не обращаться за консультацией к неквалифицированным людям. Хорошо. Но вот давайте так, в контексте в контексте пункта 2, в контексте, все-таки, вот прямое иммиграционное мошенничество по разводу. Давайте так, развод. Вот развод людей, которые заинтересованы в иммиграционном процессе, людьми, которые просто хотят на этом сделать бабло. Они умеют их разводить. Я когда вижу, как они это делают, слушайте, в Америке с тобой никто разговаривать не станет. Они знают, как разводить их именно там. У них есть... Вы совершенно правы. Именно к этим людям. Абсолютно. Я сейчас приведу реальные примеры. Вот к нам звонит человек из детеншн-центра, который там сидит. И он говорит, и естественно, мы же должны понять, что произошло и как все это происходило. Он говорит, да, вот, у нас в городе, конкретно это, кстати, был Бишкек. Есть компания, которая собирает группу киргизов. Группа, причем где-то 10, иногда 15 человек. И их, всю эту группу, везут в Мексику. Это прямо как сейчас вот эти беженцев из Сирии в Италию там организованы. Типа того, только там на кораблях, а тут на самолете. Их везут в Мексику. И что ему сказали? Ему сказали, что первое, значит, вот ты сейчас заплатишь и сюда все включено, включая адвоката иммиграционного американского. Второе, что ему сказали, что мы тебе гарантируем, что ты выйдешь из детеншн-центра на второй день. Ну, это полная ложь. Правильно. Третье, что ему сказали, что иммиграционный адвокат встретится с ним в детеншн-центр. А зачем? И все заплачено. Ну, как, чтобы ввести его дело. А заплачено что, 500 долларов или там 20 тысяч? Они берут 8 тысяч человек. 8 тысяч выглядит похоже на то, что, наверное, адвокат должен быть, иначе там и 200 бы хватило. Правильно. Но адвокат-то об этом не знает. Ну да. Теперь у человека разочарование. Первое. Значит, ему обещали, что все включено. Оказывается, адвокат об этом слыхал и не слыхивал, и адвоката никакого вообще нет. То есть, он уже сидит в детеншн-центр, а адвоката нет. И никогда не было, потому что это развод. И он не знает, что дальше делать. И, скорее всего, его просто депортируют. Скорее всего. Дальше. Значит, ему сказали, не волнуйся, мы там со всеми договорились, кому надо, заплатили в этом детеншн-центр. Вот твоя история, у тебя все пройдет. это просто уже уголовщина. Правильно, конечно. Третий, третий, третий пункт. Значит, ему обещали, что его выпустят через два дня. Никто его никуда не выпустит. Молодой парень, 20 лет. Его выпустят, в лучшем случае, через 6 месяцев, с ним будет адвокат, а скорее всего, он поедет обратно. То, что вы видите, вот ему пообещали четыре вещи, и четыре вещи вранье разводило в Кайбман. А давайте так. Бишкек понятно. Они, может быть, бишкек как-то там кто-нибудь с ножом придет или там с кирпичом. Это у них отдельные разборки. Но вот в США, где с кирпичом и с ножом не ходят. Если его кто-то развел, находящийся в США, он вызывает больше доверия. А если в США? А если в США? Если в США, то тогда какая ситуация? Значит, допустим, во-первых, если его депортировали, у него руки короткие, что он там из России может сделать? Да. Во-первых. Во-вторых, допустим, даже его здесь выпустили. Что он знает про этого человека? Телефон, e-mail адрес, вконтакте, скайп. То есть он может даже, человек может даже оперировать под фиктивным именем и фамилией, никто ничего не знает. Теперь дальше. Даже если он знает имя, фамилию, адрес и все остальное, а у этого человека нет никакого имущества, то, соответственно, с него ничего не взыщешь. Я думаю, что даже если бы было имущество, человек в таком положении вряд ли будет обращаться в суды какие-то или что-то взыскивать. Это, я думаю, совершенно не в его образе мышления и так далее. Он бесправный. Да, да. И этот фактор тоже важен. То есть как бы люди бесправны, их совершенно наглым образом обманывают. И это случается очень часто. Мы таких клиентов видим практически раз-два в неделю. А вот наиболее типичный вариант раз-два в неделю, чтобы развели его из Америки именно. Вот не оттуда. Я понимаю, что там отдельный мир. Но вот тут. Вот такое, что людей развели бы из Америки. Часто бывает или нет? Развод из Америки. Вот хлопчик, про который я рассказывал, который в Сакраменто жил, работал, трудился и разводил из Америки. То есть что он делал? Он брал 3000 долларов за подготовку кейса, написание истории, сочинение этой истории и так далее. А все кейсы запороты. То есть он ни одного кейса не выиграл. Почему? Потому что у него было пять трафаретов, и он под копирку все это делал. Это как в «Бравом солдате швейке», когда одного отпустили от армии, дали ему белые билеты. Дальше все переписывали его историю, все, кто там симулировали. Конечно. То есть это та же самая история. Опять, почему? Потому что у него нет ответственности, он ни за что не отвечает. И плюс к этому у него нет мозгов, чтобы мог бы так поучиться, пойти, сдать экзамен и помогать людям. Вместо этого он их обманывает. Хорошо. Итак, мы суммируем. Первое, не делай сам, не ходи к кому попало. А вот денег нет. Знаете, я думаю, что каждый бы пошел к адвокату, будь у него лишних 5-8-10 тысяч, а у него нет. А вот у него есть полторы, я не знаю, но вот что ему делать? С полторы тысячи, наверное, надо сидеть дома и зарабатывать. Или рисковать, опять же, идти самому. Но есть вероятность, что полторы тысячи потратишь на билеты, там на гостиницу, на то все 5-10, и поедешь обратно, только деньги потеряешь. Ну, он мог бы приехать на полторы тысячи и пойти там нелегально поработать несколько месяцев. Если он визу получит еще, еще неизвестно. А смотрите, если у него нет работы, нет денег, то же ему визу даст. А почему нет? Может быть, есть работа. Может, он уже по Шенгену ездил пару раз. Почему? Ну, хорошо, если у него ездил по Шенгену, значит, у него деньги есть. Значит, тогда надо брать адвоката. Ну, в общем, такой философский вопрос, получается. Ну, да. Ну, как говорится, у кого нет денег, тот не строит дачу. Да, я такого не слышал. Я слышал, кто не рискует, тот не обедает с пивом. Они не понимают, в какой стране мы жили. Они не понимают, кто не рискует, тот не обедает с пивом. Все правильно. Ну, хорошо. Ладно. Давайте вот что сделаем. Значит, мы не будем злоупотреблять вашим временем и вниманием наших зрителей, потому что есть как бы некоторое критическое масса времени, которое человек может потратить на просмотр видео. Мы лучше еще раз там подсоберемся и я попрошу зрителей задавать вопросы под видео с тем, чтобы нам было, о чем поговорить. С другой стороны, я попрошу Григоря, я вам ссылочку скину, чтобы вы там, может быть, отвечали на какие-то комментарии по ходу дела, чтобы они могли на самом деле уже напрямую к вам обращаться, потому что я вот это вот всегда переживаю, когда мне говорят, а как найти вот там... Михаил, но вы тоже не хотите нарушать закон и консультировать по иммиграции? Нет, а я же консультирую. Нет, я не консультирую. Я же не говорю, что я там кто-то. Я могу высказать свое мнение в каком-то вопросе, но я не... Я высказываю мнение по тысячам вопросов и без того, чтобы претендовать на то, что я специалист. Но! Но! Они хотят мое мнение не как специалистов. Они хотят мое мнение как человека с жизненным опытом, который там все-таки дожил там до 61-го года, аж не все дожили, мы знаем. Вот. И который там с 90-го года в Америке, который в бизнесе, который там с тысячами людей работал просто по работе, их интересует мнение вот такого человека. Адвоката они отдельно послушают. Да, и это очень важно и хорошо. Большое спасибо как бы и от нас и от них вам, что вы есть, потому что это как луч света в темном царстве для многих людей. Ну, пишут, да, я иногда, знаете, я поражаюсь. Вот так напишут, я думаю, ё-моё, нормального человека увидел и прямо слезу пустил. Понимаете, уже нормальный чек редкостью стал. Вот мы до такого дожили. Совершенно правильно, да. Это как бы... Ладно, спасибо вам большое, я пойду делать видео. До новых встреч. До свидания. Спасибо, Михаил.